Искромётная, естественная, дарённая множеством талантов, восходящая звезда эстрады Екатерина Марахотова выступила на главной сцене Щёлкова с первым сольным концертом, который она назвала «Настоящее». В двухчасовой программе солистка Щёлковского духового оркестра, участница телевизионного проекта «Фактор А» исполнила популярные песни российских и зарубежных исполнителей, а также несколько композиций собственного сочинения. Екатерина в одной из своих презентаций рассказала, что поёт с детства, выпускница отделения эстрадно-джазового пения факультета культуры и искусства Московского гуманитарного университета, много работает, чтобы стать артистом. Однажды ей выпал шанс поработать в команде с певицей Нюшей. Тогда Катя поняла – сцена её жизнь. Снег, 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 зима за моками. Двухчасовой концерт состоял из трёх блоков. Хиты всех времён и народов в сопровождении инструментальной группы «Теория струн» из электростали, российские шлягеры. В третьем отделении прозвучали композиции «До утра», «Сердце бьётся», «На крыльях ночи», «Восток», написанные специально для Марахотовой. С первым знаковым выступлением Екатерину поздравили её многочисленные друзья и коллеги. Я хочу сказать огромные слова благодарности, что Катя работает вместе с нами, работает в одном из учреждений городского округа Щёлково. И я хочу, Екатерина, пожелать безусловно тебе творческого долголетия. Чтобы шоу получилось запоминающимся в ЦДК, привезли целый фургон цветовой музыкальной аппаратуры, 10 киловатт звука. Выступление сопровождали танцоры из студии современной хореографии «Фридэнс» при участии школы «Самойлова балет». Сольный концерт получился лучше, чем представляла себе артистка. Это для меня что-то невероятное, потому что мы готовились к этому очень долго. И вообще я планировала представить этот концерт как своеобразную визитную карточку, потому что меня в Щёлково не все знают, к сожалению, но я надеюсь, что это ненадолго. Всё получилось даже лучше, чем хотелось. И в этом огромная заслуга моей команды. Естественно, я уже об этом сказала. Спасибо всем ребятам. Они сделали просто невероятное. Первый концерт по задумке организаторов планировался некоммерческим. Комитет по культуре и администрация Дворца культуры пошли певицы навстречу, позволили до ночи репетировать. Но то приятное послевкусие, которое осталось у зрителя от концерта, ещё долго будет летать в воздухе. На творческом небосклоне, возможно, зашла новая звезда по имени Екатерина Марахотова. Михаил Налётов, Щёлковское телевидение.